приветствую пришли как-то комбо очень интересные ножи в спа хочу показать рассказать в двух словах верхние два ножа колстил лазерман они интересны возрастом вот этому voyager 17 лет 17 лет надо сказать что у него алюминиевые лайнеры то есть ну вряд ли они титановые они алюминиевые они практически ничего не весят ну и соответственно поэтому нож внутри был не особо то ржавый то есть там было буквально немного ржавчины в районе осевого чуть-чуть на коромысле замка естественно стальном ну и собственно все то есть вообще весь нож без особых проблем единственная маленькая проблема он пришел с достаточно кривым клинком ну очень кривым ну и все равно уходит с клинком не по центру почему ну на самом деле сложно сказать почему конкретно но механика у него настроена идеально то есть если отжать замок клинок под своим весом падает несмотря на то что ножу 17 лет при этом одновременно с таким ходом клинка нет абсолютно никакого люфта то есть ну вообще нет люфта восьмом это означает что сейчас он собран правильно что все лайнеры строго друг напротив друга параллельно стоят параллельно и отверстия все соосны то есть только тогда бывает такая механика без люфтов значит либо слесарка клинка либо сам клинок тирка кривоватый как скорее всего объяснение такое вот стали на тогдашних войжах скорее всего была та же сама ус 8 я думаю и надо сказать что у традиции констил своей не изменяет с одной стороны был один угол с другой другой общий был порядка 40 так же как и здесь сейчас но может быть чуть чуть побольше был и сейчас чуть побольше но с одной стороны было 15 градусов аля там 14 16 с другой стороны там где-то 2 градусов 26 вот так естественно пришлось это все исправлять но нож в общем вполне работоспособен прекрасно себя чувствует внутри сейчас все идеально заточен просто в лед режет все что надо как надо ну и собственно говоря им пользоваться пользоваться и пользоваться вообще конечно уважение вызывают ножи возрастные это правда нож я полностью вычистил то есть том числе от отсюда из шлица вытащил всю грязь то есть он абсолютно вот как как будто 17 лет назад куплен но только не заводской заточки вот теперь лазерман лазерман а вот этому скелетолу ему 12 лет здесь возраст выдает вот это ну и учитывая что это на заклепке собраны из гнутых металлических пластин лазерман то здесь разбирать и вытягивать лайнер просто не представляется возможным вот здесь сейчас все собрано четко никакого люфта нет ни вертикального не горизонтального все равно лайнер проскакивать не будет ему эта таблетка не даст поэтому в принципе механической проблемы у этого ножа нет было очень много ржавчины здесь в осевом вот прям там было дико ржаво и все это пришлось убирать вычищает причем наждачными бумагами убирая сначала ржавчину потому что очень глубоко было вот в целом тул был достаточно грязный и достаточно с налетом большим серьезным ржавчины вот поэтому основной задачей кроме заточки было еще и чистка так вот вся ржавчина изнутри вычищена полностью абсолютно сейчас нельзя найти вообще никакую пылюшку ржавчинку и прочее все что вообще возможно выгрести вот из этих вот ниш здесь было все ржавое вот отсюда из названия лазерман то есть абсолютно отовсюду откуда только можно было а ржавчина была почти везде ржавчина убрана пыль из всех внутренних пространств и прочее прочее то есть все это делалось при помощи либо электроинструмента корр щеток и так далее либо это все делалось при помощи щеточек и прочих прочих моментов почищены сами биты это и та которая внутри сейчас стоит ну и соответственно все это дело заново смазано вот я дважды смазывал ту один раз всю грязную смазку вытащил и вычистил вот ну клинок ходит очень неплохо здесь 154 сталька зеркала у нас естественно режущей кромки вот отсюда снял фаски потому что жутко было просто цепляла палец не палец вообще все что угодно вот так вот сейчас покажу вот так вот снята фасочка аккуратно для того чтобы то был более ну скажем так адекватен формате контакта с одеждой и вообще с пальцами в том числе вот такая вот история то есть в принципе лазерман это та вещь которую имеет смысл обслуживать имеет смысл привести ее в чувство потому что ну он действительно хорош он качественный и инструмент и действительно каждодневный ну и последнее я не знаю честно я не знаю что это вот то есть у меня обычно не бывает просто времени смотреть искать но я никогда не видел ног найв с ножей и конкретно этот нож никогда нигде не попадался ни на картинках нигде нож не разбирался поэтому я не знаю как он сделан с точки зрения качества но на первый взгляд он сделан очень и очень неплохо у него скорее всего это что-то по мотивам да я понимаю что может какой-то кафтом или еще что-то вряд ли китайцами придумали хотя кто знает так вот надо сказать что нож бомбезно красив очень харизматичен симпатичный и самое интересное то что вариантов открытия да вот предоставленных производителем 2 это через огромное отверстие и вот этим вот коромыслом по-другому не скажешь коромыслом открывать непривычно но возможно и главное что главное по дизайну этот нож кухонный потому что ну по большому счету резать на доске им очень удобно вот и всей режущей кромкой достаточно длинный можно пользоваться здесь 440 си с закалкой проблем никаких нет сталь очень резучая очень хорошо попали они в баланс между пластичностью и твердостью поэтому я бы сказал что владелец получит удовольствие отреза и от использования этого ножа вот просто любопытная китайская в хорошем смысле находка очень красивый нож то есть вот именно красивый харизматичный да это можно сказать и не про некрасивый до нож но этот еще и красивый помимо всего прочего ну лично на мой вкус вот такая история пишите комментарии как вам эти ножи что вы думаете про ветеранов про возрастные ножи я знаю что есть любители возрастных ножей на канале и те люди у которых есть такие ножи я всех приветствую отдельным дополнительным до новых встреч в интернет эфире до свидания